Приветствую вас, и для того, чтобы вам реально помочь, чтобы реально вам успокоиться и забыть девочку, забыть ее, и чтобы больше она вас не беспокоила, как-то не мешала вам и так далее. Тем более, что вы уже и пьете из-за нее и так далее, вот, нужно разобрать с вами и разобрать максимально подробно причины, по которым вы с ней расстались, причины, по которым вы перестали с ней взаимодействовать, причины, по которым у вас произошел разрыв. В обязательном порядке нужно выявить причины этого разрыва, в обязательном порядке нужно определить, чем он был связан этот разрыв, вот, и почему это причинило вам боль. То есть, ну, вот, объективно, если вы, ну, если вы подумаете, что, наверное, у девочки были причины для того, чтобы сами расставались. И если вы свою девочку любите, если вы действительно ее любили, то, наверное, наверное, вы понимаете, что, ну, вот, скорее всего, да, вы не делали ее счастливой. В достаточной степени, раз она все равно от вас ушла, раз вы не делали ее счастливой, значит, уйдя, она, что, стала более счастливой. Если она ушла и стала более счастливой, значит, ваше желание, как любимого человека, исполнилось. Она счастлива, все хорошо, вы счастливы, все довольны. Но если ситуация не так складывается, как я говорю, если вам тяжело принять то, что она ушла, значит, вы в ней нуждались. Вы были к ней привязаны, вы были от нее зависаны, ваши желания какие-то были связаны напрямую с ней. И, соответственно, если у вас с ней были связаны желания, то, с одной стороны, вы пытались это желание за счет нее удовлетворить, это с одной стороны. А с другой стороны, эти самые желания делали вас более мотивированным, то есть сверх мотивированным. Значит, на то, чтобы как-то вести себя с ней, ну, определенным образом. То есть мы сейчас с вами не будем говорить, как именно, да, мы сейчас с вами не будем говорить, как именно, да. Мы будем говорить, как именно вы себя с ней вели, это на самом деле, ну, не так важно. Важно именно то, важно именно то, что, какими были ваши желания. Важно именно то, что вы сейчас, сейчас, именно в данный момент переживаете из-за того, что девочку вы потеряли свою, да, то есть она от вас ушла. И, соответственно, соответственно, вы говорите, что вот мне, мне больно, да, мне больно, мне больно, вот что мне делать, да. А больно-то, собственно говоря, почему, из-за чего боль, знаете, ведь боль, это что такое? Более-то означает, что вас, как бы, взяли и разорвали с объектом вашего, ну, удовольствия, удовольствия. Да, то есть вот у вас этот объект удовольствия был, и вот его сразу не стало. И вы, и вы испытываете злость, потому что вы что-то для тебя потеряли. Это говорит о том, что вы, ну, ориентируетесь здесь на себя, не на девушку, как таковую, а на себя. То есть это, ну, то есть это нужно вам, вам нужно быть с девушкой, вам это нужно, вы в этом нуждаетесь. И, соответственно, вы сейчас переживаете именно, именно из-за того, что вы потеряли то, что, то, что вам было необходимо. Вы переживаете из-за того, что вам, ну, было нужно. Вот. Соответственно, соответственно, смотрите, вы говорите, что я начал много пить, да? Я начал много пить. Вот вы начали много пить, говорить о том, что вы не адаптируетесь к меняющимся обстоятельствам. То есть, а, произошла ситуация, когда вы, ну, вот, видимо, как-то что-то неправильно сделали, да? То есть либо неверно подошли к вопросу постановления себя в глазах девушки. То есть, ну, вот, как-то вы поступили здесь неправильно. Либо, соответственно, думали вы в большей степени о себе, нежели чем о ней, да, и так далее. То есть, ну, здесь вариантов, может быть, в принципе, довольно много. И вместо того, чтобы подумать, то вы сделали не так, а почему такая ситуация вообще стала возможной? Ну, вот, именно для вас, да, почему она стала возможной этой ситуацией. Вместо этого вы что делаете? Вместо этого вы начинаете больше пить. То есть, вы опять же руководствуете своими желаниями, пытаетесь заглушить, пытаетесь заглушить вот эти вот самые свои чувства, свои потребности, свои желания другими потребностями или желаниями. Вот это, по сути, такая детская позиция между того, чтобы развиваться и анализировать, думать. Вы предпочитаете пить, спить. И здесь либо вы не уверены в себе, либо вы боитесь, ну, например, боитесь того, что останетесь один, например, что никого не встретите, что опять же, опять же говорит о том, что девушка-то вам нужна в качестве определенного средства, удовлетворения своих потребностей, а не действия для нее, не деятельности ради нее. Вот. Либо, опять же, вы не принимаете себя. Вот вам она нужна, потому что вы не принимаете себя. То есть вот с ней вы были одним, а без нее вы другой. И вот себя без нее вы не принимаете. И алкоголем пытаетесь, соответственно, подавить эти самые чувства, ну, свои, свои переживания. Возможно, свои собственные какие-то страхи, там, сомнения, напоминания, может быть, о себе, опять же. Ну, вот. И все это, конечно, нужно анализировать. То есть давайте с алкоголем заканчивайте, а то так и спится недолго. И, соответственно, вставайте на путь анализа, на путь адаптации, на путь все-таки, все-таки более взрослый, да, а не вот такой. Иначе вы же и не будете никогда ни с кем. Потому что сверх мотивация, которая у вас, сверх мотивация в том, чтобы быть, например, с этой девушкой, ну, или с другой девушкой, неважно. А это сохранится. И это вносит нездоровую такую, грань, нездоровый элемент в ваши отношения с ней. А нужно быть независимым. А вы бы независимым. И зависимость всегда потребность, всегда потребность. А зависимость это всегда заполнение определенной пустоты. Да, то есть, сперва вы были девушкой, вы были от нее зависимой, потом сперва вы алкоголь употребляете, так что же алкоголь может быть зависимой, понимаете? А пустота-то откуда? Пустота откуда? Скорее всего, от невозможности реализовывать свои желания. От чрезмерной сублимации. То есть, желание не реализуется естественным образом. Ваш. Ну вот. И, соответственно, они вынуждены искать путь. И вот этот путь, это девушка, которой естественно не нравится, что вы через нее свои желания реализуете. Вот. И, соответственно, она вам. Она отталкивает вас. То есть, ответственность. Понимаете, вот ответственность за себя, за свои поступки. То есть, тут расрыв, где ваша ответственность, что вы сделали не так, что нужно было сделать, как нужно было сделать, да? Если причинило много боли, почему много боли? Вот. Из чего состоит эта боль? И так далее. То есть, вот нужно так примерно действовать, в таком случае разбираться, и тогда, тогда, я думаю, что вы сможете ее не забыть, но успокоиться вы сможете. Потому что, потому что вы поменяете отношение к ней и к себе. То есть, вы увидите, что разрыв, он был неизбежен абсолютно. Он был абсолютно неизбежен в вашем случае, в вашем, ну вот, в вашей ситуации, да, разрыв был неизбежен. То есть, вы не могли его как-то остановить. Знаете, еще вы же можете себя обвинять, обвинять чересчур, да? То есть, вы можете говорить, это я вовсе не виноват, то вот я, там, должен был поступить по-другому, да? Это такая обратная позиция. То есть, либо вы не хотите брать на себя ответственность и на девочку, и его взваливаете всю. Либо вы, наоборот, всю ответственность на себя берете и вините только себя. И то, и другое неправильно. У вас явно перекос. Потому что, в случае, если вы переносите всю ответственность на девочку, это детская позиция. В любом случае, если вы всю ответственность берете на себя, это родительская позиция. Ни та, ни та вам не подходит. Тут, тут, пятьдесят на пятьдесят. То есть, все поровну. Где-то ответственны вы, где-то она. Ого. Понимаете? Вот так. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Соответственно, волшебного рецепта, для того, чтобы забыть девушку, нет. И изменить отношения к ней, нет. Ага. Потому что то, что привело вас к такого рода отношениям, это было еще до нее у вас. Просто вы, может быть, этого не замечали, вы, может быть, этого не видели, но это было. И вот именно с этим нужно разбираться. Именно тут нужно анализировать, и именно тут нужно смотреть и корректировать уже ваше поведение. Но, но для этого, как минимум, как минимум, перестаньте пить. Вот. Неделю, 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 как минимум перестаньте пить. Вот. Сходите в спортзал, освешитесь, придите в себя и на терапию, и на терапию к психологу. Вот. Если пить бровь не можете, то, соответственно, реабилитационный центр, наркологический центр, детоксикация, синдром отчмены, все это вам помогут пройти, все это вам помогут преодолеть. А дальше, опять же, к психологу на терапию. Вот. Вот так. Если остались у вас вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok